всем привет продолжаем знакомиться с интересными людьми Алексей Николаевич Апухтин русский поэт редактор правовед чиновник родился в 1840 году в небогатой дворянской семье в которой позже появилось на свет еще три брата Николай Афиноген и Владимир детство прошло в родовом имении отца деревни Павлодар мать Мария Андреевна Желябужская была его первой учительницей и пробудила в нем любовь к поэзии по мироощущению был близок к Лермонтову был весьма мнителен легко раним поэт милостью божией вместе с тем имел репутацию шутника остроумного блестящего импровизатора его малологи стихах романцы альбомные посвящения пародии эпиграммы и экспромты входили репертуар модных чтецов декламаторов некоторые произведения Алексея Николаевича положено на музыку чайковским и аренским в 1859 году окончил императорское училище правоведения где дружился чайковским умерла мать смерть которая стала для пухтина настоящим ударом ее памяти поэт посвятил несколько стихотворений какое горе ждет меня и не висели не сладких мечтаний не висели не сладких мечтаний ты судьбе не видала своей твоя жизнь была цепью страданий и тяжелых томительных дней видно господу было так нужно тебе крест он тяжелый судил этот крест мы несли с тобой дружно он обоих нас жал и давим помню я как в минуту разлуки ты рыдала родная моя как дрожали твои бледные руки горячо обнимали меня всю любовь все мечты все желание все в слова перелить я хотел но последнее слово страдания она замерла в микро вставание и вот сказать не успел это слово сказала могила не состарившись ты умерла от того что ты слишком любила от того что ты жить не могла ты спокойно в могиле безгласный но один я в борьбе из не мог он тяжел этот крест ежечасный он на грудь не тяжестью лег и пока моя кровь не остынет пока тлеет груди моей жар он не до конца не покинет как твой лучший и символ и дар по окончании училища служил в министерстве юстиции в одном департаменте чайковским службами увлекался и лжи золотой молодежи 1862 году а пухтин чайковский ряд других правоведов попали в гомосексуальный скандал в ресторане шатан и были ослаблены на весь город с 1862 жил родовом вене в орловской гумернии с 1863 по 1865 числился старшим чиновником особых поручений при губернаторе затем в петербурге служил чиновником министерства внутренних дел несколько раз выезжал за границу по служебным надобностям уже в 70-х годах 1870 у него началось болезненное ожирение которое в последние 10 лет его жизни особенно прогрессировало два года до смерти заболев также водянкой практически весь остаток своих дней провел дома будучи малоподвижным скончался в августе 1893 года в санкт-петербурге и похоронен на никольском кладбище в 1956 году прах и памятник перенесли на литераторские мазки волковского кладбища надо сказать что опухтин был гомосексуалом и отчасти на этой почте у него сложились очень тесные отношения с чайковским семей чайковского считали что именно опухтин разворотил петрушу в 13-летнем возрасте сам опухтин к тому моменту уже был любовником классного наставника шиллер шульденера я цитирую эти пели в 1863 году чайковский гостилу опухтин и в имении павлодар козельского уезда калужской области последние годы жизни опухтином были написаны повести дневник павлика дольского и архив графини д фантастический рассказ между жизнью и смертью драматическая сцена князь таврический все эти произведения вышли свет уже после смерти автора его проза высоко оценили современники император александр 2 было в восторге от архива графини д после чтения состоявшихся в доме принца альденбургского он заявил что ее нужно тотчас опубликовать что это лучшая сатира на великосветские нравы высоко оценил проза опухтин и михаил булгаков попов письме булгаков писал я занялся опухтином как прозаиком поэзия и у меня не пленяет зато проза остается неоцененной при своей жизни опухтин ничего не опубликовал из прозы зато славился чтением собственных произведений издатели пронюхали успех опухтина но опухтин молчал и никаких шагов к изданию не предпринимал опухтин любил пошутить над собственной внешностью известно рассказано им история про маленькую девочку который войдя в комнату и увидев опухтина спросила мама это человек или нарочно опухтин останавливался у чайковского алексей николаевич посвятил композитору стихотворения к отъезду музыканта друга 1880 года и послание 1857 год последнее было задумано как ответ на письмо чайковского отправленная без обратного адрес декабре 1877 года опухтин посвятил чайковского стихотворения ты помнишь как забившись музыкальный забыв училище и мир мечтали мы о слава идеальной искусство был наш кумир и жизнь для нас была обвиненной мечтами ой прошли года и с ужасом в груди мы сознаем что все уже за нами что холод смерти впереди мечты твои сбылись презрев тропой избитой ты новый путь себе настойчиво пробил ты сбоя славу взял и жадно пил из этой чаши ядовитой о знаю знаю я как жестко и давно тебе за этом стил какой-то рок суровый и сколько в твой венец лавровый колючих терни вплетено но тучи разошлись душе твоей послушной воскресли звуки дней был их и злобы лепит малодушный перед ними замер затих а я кончаю путь непризнанным поэтому горжусь что угадал я искру божества в тебе тогда мерцавшую едва горящие теперь таким могучим светом вот такое стихотворение путь посвятил петрович чайковскому получив известие о кончине поэта чайковский в письме своему племяннику давыдову писал в ту минуту как я пишу это лёлю а пухты на отпевают хоть и не неожиданно его смерть а все жутко и больно когда-то это был мой ближайший приятель чайковский всего написал шесть романсов на стихи о пухте известный романс ночи безумные ночи безумные ночи бессонные речи несвязанные озору стала ночи последним огнем озаренный осенью мертвой цветы запоздала вот так вкратце о биографии творчестве немножко о пухте на алексей николаевич ну а теперь несколько стихотворение прочитаю попробую прочитать буквально парочку первое стихотворение называется пародия пьяные уланы спят перед столом мягкие диваны залиты вином лишний спит влюбленный погружен в мечты подожди немного захрапишет ты от цыганов отрывок льется вино усачи полукругом черные небриты стоят не моргнут смуглые феи сидят друг за другом саша параша и маша все тут что же все смолкли их ночь утомила вот отдохнут запоют погодя липочка няню давно пробосила в глупом экстазе зрачками водя утро туманная саша пропела ох да была же она хороша долгий роман она в жизни имела знала цыганка что значит душа те что постарше и менее пылки заняты ужином скромным своим всюду сигара пустые бутылки тучами ходит по комнате дым и вот еще одно стихотворение называется застольная песня если измена тебе поразила если тоскуешь ты плача любя если в борьбе истощается сила если обида терзает тебя сердце не рвется ноет ли грудь пей пока пьется все позабудь выпьешь за искрится сил во взоре бури надежда борьба нипочем старые раны вчерашние горе все обойдется зальется вином жизнь пронесется лучше скорее пей пока пьется силу не жалей если же любим ты и счастлив мечтою годы беспечности мигом пройдут в темной могиле под рыхлой землею мысли и чувства и ласки замрут жизнь пронесется счастье быстрее пей пока пьется пей веселей что нам все радости что наслаждение долго на свете ему жить не дано дай нам забвение о только забвение легкую дремой от тумань на свино сердце смеется ноет ли грудь пей пока пьется все позабудь вот наверное все немножко мы узнали о попухки не алексей николаевич и русском поэте редакторе правоведе и чиновники пока пока до свидания всего хорошего